Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Наконец-таки у нас наступила вторая полноценная половина текущей пятидневки. Мы сразу ориентировались на среду, четверг и пятницу, собственно, потому что на эти дни выпали самые интересные отчеты и события. Сегодня для тех, кто может быть упустил из вида, тех, кто может быть не в курсе, хочу отметить, чтобы закрыть какой-то информационный пробел, мы с вами ожидаем три сразу очень крутых события, которые непременно приведут к росту резкому волатильности, интереса к инструментам движений за счет увеличения, опять же, притока средств, ликвидности и в конечном счете все это будет конвертироваться в очень интересные движения. Любые движения на финансовых рынках – это возможности, друзья, и эти возможности мы, конечно же, проводя нашу еженедельную спекулятивную деятельность, стараемся использовать. Что же сегодня в центре внимания? Безусловно, заседание Банка Англии, которое будет, собственно, так же, как и заседание любого другого регулятора, посвящено перспективам денежно-кредитной политики, но в этот раз мы с вами ждем не сохранения прежнего вектора, а конкретных изменений, которые являются следствием ухудшения определенных статистических показателей. В частности, я уповаю на чрезмерный рост индекса потребительской цены инфляции, который должен уже заставить что-то делать представителей Банка Англии для того, чтобы остановить давление, оказываемое на потребительскую активность. Поэтому сегодня мы с вами ждем рост процентных ставок и ждем логичную реакцию со стороны фунта. Эта реакция может быть выражена в росте британца против более всех конкурентов. Я думаю, что даже если доллар будет сопротивляться, у него тоже есть соответствующая поддержка. Я сейчас расскажу, про что идет речь и что подразумевается. Все равно в отношении фунта будет заряд вот этой бодрости от решения, который может привести пару фунтов против доллара к той цели, которую мы обозначили с вами в начале этой недели. Это отметка 1.34. То есть сразу же были исключительно оптимистами в отношении этого актива, потому что понимали, чем чреваты последствия конкретных решений. Эти решения сегодня в 15.00 по московскому времени. Дальше. Второе, третье событие может быть даже по степени значимости даже более крутое, чем заседание Банка Англии, потому что речь идет о долларе. А доллар у нас влияет уже на весь спектр финансовых активов. Ну и сам по себе доллар может прийти в движение того фундамента, который окажет влияние и на мировые фондовые рынки, соответственно, и на рынок деривативов, облигаций. Может быть, кто-то из вас спекулирует этими активами. Тоже сегодня нас ожидают серьезные движения. Во-первых, сегодня мы ждем представления закона проекта по налогам. Напомню, что лишь факт принятия бюджета на 2018 год, две недели назад в США, стал причиной активизации покупок и роста американцев. Соответственно, если этот налоговый документ будет в соответствии с тем сценарием, который мы обозначили, и сценарием, на который настраивается весь корпоративный сектор, это сокращение налогов с 35% до 20%, и причем единоразовое, непоследовательное, постепенное, как тоже это обсуждалось тогда, без позитива, конечно же, рынок не останется. Ну и, как было обещано, Трамп сегодня обещал огласить имя будущего главы американского регулятора, который должен будет сменить в феврале Джанета Ерин. Имя пока неизвестно, хотя на рынке обсуждали уже всех потенциальных преемников, скажем, действующего председателя президента американского регулятора. Но конечной позиции нету. Снова качели, либо это, собственно, Джон Тейлор, либо это все-таки Пауз. Ну, не знаю точно, кто именно займет позицию Джанет Ерин. Хотя, если сослаться, опять же, на, между прочим, вчерашний комментарий Трампа о том, что решение будет впечатляющим. Это вот дословный перевод. Ну, не знаю, что закладывалось под это. Ну, может быть, под впечатляющим решением будет все-таки сохранение позиции председателя за действующим руководителем ФРАТа Джанет Ерин. Про это тоже не нужно забывать. Трамп очень противоречивая фигура. Трамп умеет удивлять рынки. И уж точно, на что мы, может быть, даже в меньшей степени можем сейчас рассчитывать, так это на реализацию самых вероятных и запланированных, опять же, решений. Хотя, тоже может быть. Потенциальные кадровые перестановки – это крайне интересная тема. По доллару, безусловно, сегодня оглашение уже фактического решения по преемничеству будет выступать мощным катализатором. Да и плюс ко всему, мы с вами также готовимся еще к статистике по Non-Farm Parals. Она будет опубликована завтра. Еще один день крайней волатильности. И еще одна возможность для доллара все-таки заручиться фундаментальной поддержкой, чтобы показать еще более выдающиеся и интересные движения. Ну, немного мы затянули с долларом. Я думаю, что в связи с этим можем сделать определенную рокировку в сценарии озвучивания и исследования, опять же, рынка. То есть, впоследствии доллару уделим меньше внимания. Ну, а сейчас давайте поговорим про нефтянку. Клосса по бренду вчерашнего дня – 60.47. Сейчас актив торгуется на отметке 60.52. Главный вывод, который можно сделать, с учетом вчерашней динамики, быки явно дрогнули. И это справедливо для обоих сортов нефти и североамериканского WTI и классики жанра бренда, на который мы обращаем больше внимания. Активы скорректировались, закрылись в отрицательной зоне после нескольких продолжительных успешных торговых сессий, когда мы практически каждый день обновляли исторические максимумы. Но не хватило силеных быков, собственно, сохранить за собой сейчас эти позиции. Причина, я думаю, что все-таки опасения, которые проявили себя сейчас больше, чем раньше, опасения связаны с тем, что высокие цены на нефть – это стимул для американских сланцевых производителей увеличивать нефтедобычу и производство. Внутри дня, признаю, котировки все-таки даже пытались снова оказаться на локальных максимумах, но даже с учетом налостной статистической поддержки подразумевается отчет, который вышел в 17.30 по запасам нефти от администрации и антической информации. Даже с учетом этой статистики положительного результата закрепить не удалось. Мы увидели коррекцию, снижение. Это в соответствии все-таки с нашим прогнозом, на основании которого мы делали уже выводы о перекупленности нефтянки и потенциале уже реализованном, в плане того, что уже отыграли все, что можно по позитиву. И пора бы уже, скажем, уважить и другую когорту трейдеров, это продавцов, которые давали возможность зарабатывать сейчас покупателям, находились в сторонке в тени, но при этом ни разу еще не усомнились в том, что их фундаментальный взгляд, он актуален, он реален сейчас в плане развития событий. Нужно дождаться хорошего отправного момента, либо появления доп. катализатора, чтобы все-таки на рынке эти продажные посылы стали уже доминировать и позволили нам отталкиваться от текущих значений, чтобы тащить бренд гораздо ниже и ниже. Что касается статистической поддержки, в соответствии, в принципе, с прогнозами, которые были, немного не затянули. По экспертной оценке аналитиков Global Plats, но все равно запасы просели нефти. На минус 2,4 снизились запасы дистиллятов и бензина. Что касается отчета, который вышел во вторник, накануне от Американского института нефти, там запасы снизились еще более на солидную цифру, минус 5,1. Но, конечно же, такие данные можно было бы использовать для роста цен на нефть. Однако этого роста не произошло. И еще один сигнал того, что трейдеры действительно сейчас больше уже обращают внимание на последствия текущих высоких цен для будущих показателей предложения на глобальном рынке. И понимают то, что бренд и WTI очень высоко забрались. И дальше расти на одном лишь, скажем, спекулятивном настрое того, что 30 ноября последуют какие-то договоренности с текущих значений, ну, как-то не совсем правильно и оправданно. Что касается еще одного негативного момента, я думаю, что его стоит озвучить. Я лично связываю, что именно он стал причиной ухудшения рыночных настроений. Этот негативный комментарий обусловлен сообщениями, которые появились на рынке со ссылкой, между прочим, на источники посредством Саудовской Аравии о том, что 30 ноября представители энергетического пакта будут обсуждать, конечно же, потенциальные меры и действия, которые можно еще задействовать для ребалансировки рынка, для восстановления рынка нефти. Но, скорее всего, что не будет обсуждаться, это дополнительное снижение квота по добыче. Это значит, друзья, то, что самая радикальная мера, которая реально могла бы привести к еще большему ускорению цен на черное золото и оправдать их нахождение на высоких значениях, эта составляющая не будет рассматриваться, поэтому это не будет обсуждаться. И, собственно, эти комментарии тут же повысили скепсис, который некогда на рынке уже был. Этот скепсис касается вообще эффективности всего соглашения по снижению добычи, эффективности с точки зрения сокращения избыточного предложения, уж тем более возвращения показателей по запасам к среднему за последние пять лет. Я разделяю долгосрочно такие медвежьи взгляды и считаю, друзья, что текущие котировки, ну, можно еще, чтобы спокойнее было дождаться закрепления ниже 60, и там уже нормально продавать. Если вы уже в коротких позициях по бренду, уж точно смогли заработать, WTI тоже скорректировался с локальных максимумов, но идет не так динамично вниз, как бренда. Ну, тоже вопрос, наверное, ближайшего времени. Рубль 58.20. Ситуация по российской валюте изменилась. Явно не в пользу рубля, то есть малейшая слабость нефтянки, и мы тут же увидели прессинг, который был оказан на рубль. И он будет продолжен в таком же ключе. Чем больше потеряет нефть в ближайшие недели, тем, соответственно, быстрее мы доберемся до 60. Доллар и японская йена. Хотел я сегодня начать оценку ситуации по американцу против йены с еще подтвержденного дополнительного контраста усиленного в политиках, собственно, ФРС и Банка Японии. Ну, видимо, это не совсем сейчас будет правильно, потому что тот новостной фонд, который мы уже с вами характеризовали и который уже был обозначен, он, конечно же, более интересен, чем перспективы того, что произойдет с американской монетарной политикой под конец 17-го года и в 18-м. То есть сегодня я еще раз напоминаю, мы с вами ждем подробностей по налоговой реформе и ждем, кто же станет следующим председателем американского регулятора. Ну, если вам не наскучило, собственно, еще спекулировать на идеи роста процентных ставок в декабре, вы можете продолжать это делать, потому что ситуация не то чтобы изменилась, она улучшилась даже в отношении оценки того, что в декабре это решение будет озвучено. Почему? Потому что у нас вчера очередная серия и блок отчетов активности PMI в производственном секторе 54,6-54,5, у нас активность ISM в производственном секторе 58,7 ниже, чем прошлый показатель 68, но 58,7 это очень высокое значение. И индексы ISM разгона инфляции тоже на многомесячных максимумах. Плюс ко всему, ПРС вчера принимал решение по процентной ставке, ставку, как и ожидалось, не изменили. В ходе тех комментариев, которые были сделаны после озвученного решения, можно выделить только одно, хотя я думаю, что не будет для кого откровением, потому что те, кто следит за американской экономикой, без того знали, что нечто подобное можно будет услышать. То, что американская экономика чувствует себя очень неплохо, показывает, демонстрирует очень хорошие результаты по состоянию всех основных секторов. Одним из основных драйверов роста экономики выступает сильный рынок труда, который через рост артных плат подстегивает активность потребителей. Домохозяйство вносит существенный вклад в экономическое решение, мы это, в принципе, видели уже по отчетам, опубликованным еще на прошлой неделе. И то, что с учетом такой фундаментальной картины в декабре ФРС сейчас, оставаясь на пути и на траектории повышения процентной ставки, скорее всего, это решение и приметы. И сейчас уже участники рынка начинают понемногу спекулировать даже на тему того, сколько раз ставку поднимут уже в 2018 году. Мы тоже приобщимся к этой идее, но сперва давайте поймем, с каким председателем мы будем работать дальше, ну и дружить по нашим инвестиционным идеям и по потенциальному росту доллара. Я считаю, что и Джон Тейлор, и Джанета Еллен, и Джером Пауэлл – это все равно те представители, которые будут склонны к идее необходимости, важности сохранения траектории более высоких процентных ставок по федеральным фондам. Это не противоречит нашей с вами долгосрочной идее, поэтому ждем, что они будут лишь способствовать дальнейшему укреплению и росту американцев. Фунт против доллара, собственно, уже отчасти поговорили. Мы с вами в 15.00 ждем решения по процентной ставке. Изначально рынок нас уже готовил к тому, что ставку, скорее всего, повысит. Эта подготовка была связана с оценкой по росту индекса потребительских цен. Считается то, что пик еще не пройден. Мы увидим и выше 3,2% под конец года. Ну, что-то остается два месяца. И, конечно же, если Банк Англии хоть немного думает о перспективах экономического роста, с учетом еще и крайне неприятных, а пока что, может быть, еще и невыпечных последствиях Брезита, то нужно, соответственно, действовать в рамках мандата и пытаться простимулировать экономику через рост потребительских активностей. Для того, чтобы это сделать, нужно приостановить рост инфляции. Вы наверняка знаете, самый лучший инструмент для этого, более крутых способов воздействия еще не придумали. Это, конечно же, повышение процентной ставки, потому что только рост процентной ставки резко развивает курс национальной валюты. На это сейчас и есть расчет. Меня очень интересует даже не то, будет ли это решение озвучено, я в этом не сомневаюсь, мне больше интересует распределение голосов в рамках монетарного кабинета. 9 голосующих членов я остраняюсь в пользу того, что распределение будет 7 против 2, то есть, как в прошлый раз, было бы совсем классно, если 8 против 1. Окажется, и меня также еще интересует дальнейшее видение Банком Англии ситуации и что будет с процентными ставками дальше. В любом случае, если сегодня ставку повышают на 25 базисных пунктов, это впервые за последние 10 лет, это явное проявление жесткой политики, это мощный стимул для роста фунта. Нам по паре фунт-доллар нужна отметка 1.34. Доллар-франк, друзья, вот, к сожалению, не отметила я себе котировки, но они все равно рядышком с паритетом. Сейчас я предлагаю дальше ставить на то, что мы пробьем вот этот уровень мощного сопротивления и снова будем стремиться в район 1.05. Почему? Потому что у нас есть потенциал хороший, еще не реализованный по росту доллара и вчерашние комментарии очередные от руководства Национального банка Швейцарии о том, что франк по-прежнему переоценен. Значит, выводы делаем следующие. Политика будет такой же мягкой, как и раньше и мы не забываем про любые возможные, неожиданные для рынка валютные интервенции, о которых, собственно, Национальный банк Швейцарии никогда не предупреждает. Еще я хотел отметить биткоин, который бьет исторические максимумы. Видимо, капитализация, может быть, по каким-то внутренним посылам, скрытым потребностям может достигнуть каких-то феерических показателей этого актива до конца 2017 года. Так же, как и некоторое время назад, когда мы рассматривали биткоин с точки зрения аутсайдера, когда, скажем, Народный банк Китай, как вы помните, со своими ограничительными мерами посягнул на благосостояние этого сектора, сектора криптовалюты, когда, собственно, были поставлены незаконно все операции, которые осуществляемы в биткоинах, в эфирах, в прочих криптовалютах, операции публичного размещения. Это спровоцировало очень серьезную волну негатива и даже пошатнуло, собственно, доверие к биткоину. Кто-то даже считал, что эра биткоина подошла к концу. Тогда же мы напустили, что ситуацию может исправить наличие и появление такого же по силе, но уже фундаментального позитива. Этот, собственно, позитив появился, можно сказать, в начале этой недели, когда на рынке стали активно обсуждать возможность запуска фьючерсных контрактов на биткоина, на чекарской бирже. Напоминаю то, что чекарская биржа – это основная площадка, крупнейший рынок деривативов. И если рассматривать планы, то считалось, что листинг биткоина может случиться. Правда, конкретные сроки не обозначались, но, видимо, сейчас в виде вот этот ажиотажный спрос и то, что происходит с капитализацией, с курсом этого актива, то, что им не интересуется, разве что самый ленивый, а чекарская биржа тоже решила поддаться этому соблазну и дать возможность всем тем, кто раньше не имел, собственно, шанса торговать, этим активом сделать. Ну, здесь я, конечно же, мягко намекаю на очень крупных игроков, таких как хэшфонды, инвестиционные банки. Интерес, может быть, к биткоину раньше и был, но торговать им не было возможности из-за отсутствия регуляции. А если мы будем лицезреть фьючерсный контракт, то, конечно же, какие-то обрамляющие ранки потенциальной регуляции, они уже будут озвучены. Да и законы, собственно, эти игроки смогут спекулировать этим инструментом тоже. Интересен ли, в принципе, Уолл-стриту биткоин? Ну, учитывая то, что волатильность бешеная, учитывая то, что этот актив торгуется даже в выходные, учитывая то, что огромное количество площадок дает возможность спекулировать с этим инструментом, оценки очень сильно разнятся, а значит, колоссальные выгоды по арбитражу. Я думаю, конечно же, Уолл-стрит сейчас интересуется этим инструментом больше, чем кто-либо другой. Давайте подумаем, порассуждаем, что может произойти, с биткоином, когда все-таки этот контракт начнет окотироваться. Ну, то, что приток ликвидности, сразу же, это первое следствие того, что произойдет, приток ликвидности, топ деньги, интерес, это очень мощный импульс для роста. Во-вторых, еще один позитивный момент будет связан с тем, что если будет возможность торговать биткоином, работать, скажем, с биткоином на регулированной площадке, то уже отпадет необходимость связываться с полуровочными площадками, которые сопряжены, работа с которыми сопряжена с большими рисками, там и ограничений, требования особые касательно противодействия отмывания доходов, касательно верификации, то, конечно же, на площадке, которая смывает вот эти риски, которая дает напротив преимущество работать на известном рынке, известным инструментом, это тоже еще один позитивный момент. Но негативный я тоже вижу. Он связан с тем, что если речь пойдет о спекуляциях уже на очагарской бирже, значит, этот контракт будет доступен для того, чтобы его прошортить. Может быть, как раз начало и старт листинга этого актива положит конец вот этим бычьим тенденциям, которые были заложены на биткоине, потому что крупные игроки придут с осознанием его чрезмерной перекупленности. И если есть возможность его продавать, может быть, очень большие объемы сразу пойдут в сейл, спровоцировав соответствующую динамику. Это пока что, друзья, только предположение, конкретные сроки. Я, к сожалению, пока назвать вам не могу, когда контракт будет доступен для, возможно, более детального анализа с нашей стороны. Но думаю, что многие из вас уже давно спекулируют и надеюсь, что многие смогли заработать, потому что только за последнюю, скажем, последнюю неделю биткоин прибавил больше 10% и, возможно, на отметке в 7000 долларов он даже и не остановится. Так, из важных событий сегодняшнего дня ждем, как я уже отметил, 15.00 заседания Банка Англии со всеми вытекающими отсюда последствиями, решения по ставке, по объему покупок активов, прогноз по инфляции. И в 15.30 у нас будет возможность послушать еще Карни, которая возглавляет этот регулятор. Карни как раз ответит на вопросы, что будет с ставками дальше. Я считаю, что хоть и признаю наличие такой идеи, что покупаемое ожидание, продаваемое на фактах и фунт сейчас очень привлекательный для того, чтобы его засолить как следует перед оглашением решения поставки, я попробую рискнуть и все-таки сегодня буду рассматривать его только с точки зрения покупок. И в 15.30 сегодня еще выйдут данные по производительности труда в США, еще один отчет по рынку труда, который предваряет заточный Non-Farm Parals. Ну, о Штатах мы и долларе поговорим, только уже подводя итоги сегодняшнего торгового дня, я рекомендую сохранять прежнюю длинную позицию по доллару и иене, тем более, что уровень 114 уже несколько раз тестировался, возможно, следующий тестинг станет удачным. По остальным идеям и прогнозам все пока без изменений. Друзья, на этом все. Большое спасибо всем за внимание, надеюсь, что информация была полезна. И если полезна, вы можете дать мне знать об этом, достаточно поставить лайки, большие пальцы на нашем канале на YouTube под соответствующим видеоконтентом, под брифингом, который актуален на каждую торговую сессию. Напоминаю, что мы вещаем в прямом эфире в 9.30 по Москве через перископ, чтобы подключиться к трансляции. Вам достаточно поставить приложение на ваших мобильных устройствах и в 9.30, собственно, собираемся и рассуждаем то, что происходит на рынке. Если нет такой возможности, то не забывайте, что канал на YouTube – это тоже наш один из основных трансляторов видеоконтента. Там доступны все видеоматериалы. И, собственно, сегодняшний брифинг, как и всегда, спустя 20-30 минут тоже будет в общей ленте видеопоток. Можете просматривать контент и там. Хорошей вам торговой сессии. Не забывайте, пожалуйста, про риски. Контролируйте загрузку депозитов. Не забывайте про стоп-лоссы. И, в принципе, это никогда не нужно делать. Ну а на фоне столь серьезных фундаментальных событий эти риски, контроль, они должны быть первыми, о чем стоит подумать, открывая каждую торговую сделку. На этом все. Всего доброго. До свидания.